МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Мы сегодня в выпуске. Старое в новом государственный исторический архив Чуваши получил новое хранилище. Взыскать все судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. Виртуозная игра. Известные российские музыканты провели мастер-класс в Чебоксарах. В Чувашии с двухдневным рабочим визитом находится руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Сегодня они встретились с Михаилом Игнатьевым, чтобы обсудить перспективы развития архивной службы Республики. Главная проблема отрасли – соблюдение правил хранения архивных документов. В Чувашии три государственных и 25 муниципальных архивов. В целом это почти 3 миллиона единиц. Для них нужны особые условия. Реконструкция государственного исторического архива, завершившаяся на днях, велась за счет средств Республики. Это очень важно, сказал Михаил Игнатьев. Внедрение новых технологий хранения позволит теперь закрыть тему нехватки современных хранилищ. В этом архиве созданы условия для того, чтобы документы вечно хранились. Нас с вами не будет, детей наших не будут, а документы будут целостной, сохранности там. Условия созданы для того, чтобы люди, пользователи, потребители приходили в архивы и работали там в этих условиях. Ну и остальные условия, связанные с внедрением информационных технологий, современной техники, они там все созданы. И, конечно, в этом большой вклад руководства Республики. Сегодня же и Андрей Артизов, и представители архивных служб российских регионов оценили новое архиво-хранилище с профессиональной точки зрения. О современных технологиях и классических подходах к сохранности и использованию документов в нашем сюжете. Этого события архивисты Чувашии ждали очень долго. Помещение на улице Уруково в Чебоксарах выделили еще в 2003 году. Реконструкцию начали было и приостановили. И лишь в последние годы из бюджета Республики целенаправленно выделялись средства на завершение работ. Нехватка финансирования – беда всех региональных архивных служб. Поэтому порадоваться за коллег приехали старые друзья и партнеры. Любое открытие, наверное, дверей в архиво-хранилище для любого из нас, тем более архивистов, это праздник. А с архивистами или с историками Республики Чувашия под Москвой, я представляю центральный федеральный округ, представляю Московскую область. У нас давняя длительная дружба, у нас очень много совместных проектов. Главное, что отличает новое архиво-хранилище от всех предыдущих – наличие специализированных помещений для реставрации, микрофильмирования документов. Современное оборудование позволит следить за температурным, световым и влажностным режимами, что имеет решающее значение для лучшей сохранности документов. Очень интересное оборудование для лаборатории, причем сделанное недорого, но хорошо и прочно. Мы для себя даже сфотографировали и будем у себя внедрять такое же. Чтобы не говорили, но в наш век интернета и электронного документа оборота, исторические источники на бумажной основе не теряют в своей важности и значения. Новое помещение поможет архивистам не только обеспечивать сохранность документов, но и более активно вводить их в широкий научный оборот. Читальный зал, куда будут приходить пользователи архивных документов, создает все комфортные условия для работы. Локальная вычислительная сеть здесь есть. Возможности для оцифровки архивных документов и справочного аппарата, то есть поисковых систем, которые помогают найти нужную информацию. Они появляются новые, и это дает возможность выставлять наиболее интересные документы и поисковый аппарат весь в интернете. Помимо научного использования, архивный фонд имеет большое социальное значение. От сохранности и грамотного использования документов по личному составу зависит порой, если не судьба, то как минимум благосостояние отдельного человека. Тут документы хранятся практически на 75 лет. В течение 75 лет. Для чего? Для того, чтобы когда у человека есть какая-то необходимость, чтобы они могли прийти сюда и получить, могли соответствующие документы. При начислении пенсии, я помню, я когда еще руководителем хозяйства работал, у нас тоже не сохранились документы 60-х годов. Там снимали свидетельские показания. Кто-то уже не остался живых. Они не могли просто восстановить. А это же целая проблема для отдельно взятого человека. Сегодня, конечно, ситуация, она другая. Новые архивы хранилища рассчитаны минимум на 730 тысяч единиц хранения. Это значит, что в ближайшие лет 30 у специалистов не будет болеть голова о дополнительных площадях. Елена Гальперина, Россель Мухаммедов, Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с руководителем Чувашского национального конгресса Николаем Угасловым. Николай Угаслов буквально на днях был вновь выбран президентом общественной организации Чувашский национальный конгресс. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство делегатов юбилейного 10-го съезда ЧНК. Глава Чувашия отметил, что впереди еще много дел. Вместе с единомышленниками-земляками, живущими в разных уголках нашей страны, надо объединить усилия по сохранению аутентичности чувашского народа. Хочется пожелать эффективной работы на следующий пятилетний период, который по полномочии имеете поработать своим уже советом, советом коллегиальными органами, которые есть в национальном конгрессе. Общественная работа – это работа не одного человека, работа – это коллективы, работа – это команда, и работа – это ваша команда прежде всего. Мы делаем с вами общее дело. Надо сказать о том, что сегодня для работы условия созданы, сегодня и законы, и общая политика нашего государства позволяет работать эффективно. На встрече обсудили вопросы укрепления межнационального согласия в республике и сохранения чувашского языка как главного отличия любого этноса. В конце этой недели станут известны итоги социально-экономического развития регионов страны. Напомним, что они формируются на основе данных последних трех лет. Правительство Чувашии в течение этого времени делало упор на развитие промышленного потенциала, позволяя предприятиям инвестировать заработанные средства в расширение собственных производств. Вот как комментирует ситуацию министр экономики, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Российская Федерация проводит ряд конкурсов, в том числе по оценке работы органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации оцениваются 11 показателей. В основном это социальные показатели, социально-экономические показатели, налоговое поступление, продолжительность жизни и ряд других. В текущем году нам придется концентрировать, что мы не попадем в рейтинг награждаемых субъектов Российской Федерации. Поясню почему. Из этих 11 показателей есть один самый важный, это поступление собственных доходов в бюджет субъекта. И весомый коэффициент этого показателя составляет 80%. То есть на все остальные 10 показателей отводится 20% значимости. Основные три причины, почему мы не допустили снижение собственных доходов по итогам трехлетнего периода. Трехлетний период темпа трехлетнего периода оценивается. Первое, мы выбираем стратегию либо как фискальную, то есть мы взыскиваемся с предприятием, максимально ведем надзор, куда направляются средства. Вторая стратегия – это инвестиционная стратегия. И уменьшение налога на прибыль, он занимает большую долю в структуре поступления доходов, собственных доходов. Сегодня предприятия на протяжении 2014-2015-2016 годов инвестируют свою прибыль именно в расширение производства, в модернизацию, в расширение производства. Но как следует, что и следует из этого – уменьшение поступления налога на прибыль, то есть прибыль уменьшается, происходят затраты, то есть выбрана политика связана с инвестиционными вложениями. Вторая причина – мы приняли в 2013 году для себя льготу налоговую по движимому имуществу, то есть это также уменьшило собственные доходы в бюджет республики. Льготу получили предприятия, реализующие инвестиционные проекты. Сегодня льгота только по 2015-2016 году превысила 300 миллионов рублей. То есть это то, что мы дали предприятиям на реинвестирование в свое производство, но не получили в доход бюджета. Третья причина – сегодня вы знаете все ситуацию с концерн-траторным заводом. Это основной налогоплательщик тоже, в том числе, хорошие показатели были по 2012 году. Ситуация изменилась в 2013-2014 году. Как раз в этот мониторируемые периоды мы попали под ухудшение деятельности предприятий концерна. У нас убыток по предприятиям было более миллиарда рублей, что также сказалось на темпе прироста поступления налога на прибыль. Сегодня свой профессиональный праздник отметили судебные приставы. Торжественная встреча – повод подвести некоторые итоги работы. За год ведомстве добились неплохих результатов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Судебные приставы подтверждают на деле, что закон неотвратим. С начала этого года ведомство взыскало с должников более 6 миллиардов. Треть этой суммы – бюджетные долги. В ходе исполнения решений судов судебным приставам выявлено более 5000 административных правонарушений. Возбуждено более 500 уголовных дел. Благодаря работе судебных приставов десятки тысяч граждан нашей республики восстановили нарушенные права. Ведомстве наладили и эффективную работу по взысканию алиментов и долгов в сфере ЖКХ. На счету судебных приставов республики тысячи завершенных дел. Ускорению процесса во многом способствуют автоматизированные системы. Режим реального времени обеспечивает представление информации о наличии исполнительного производства путем сервиса банк исполнительного производства. Несмотря на развитие информационных технологий, главная наша сила – это люди, которые работают у нас. Это судебные приставы. Судебные приставы по ПДС – старшие судебные приставы. Глава республики отметил, что перед приставами стоят новые задачи, но приоритеты службы неизменны. И самая главная наша задача – задача судебных приставов, задача органов правопорядка, прокуратуры, судебных органов, разрешая разные спорные вопросы, обеспечить законность выполнения, обеспечить защиту интересов прав и законных интересов граждан. Лучшим работникам вручили почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. Отметили заслуги ветеранов ведомства. Зоя Юрасова стояла у истоков службы. Судебным приставом она проработала более 40 лет. Главный результат – то, что я воспитала большое поколение судебных приставов. Большое поколение. И сейчас смотрю на них, мне радостно. Вот пять лет, ой, три года я здесь не была. И сейчас пришла, все так довольны, все рады. Служба судебных приставов пополняется молодыми работниками. Большая часть сотрудников – недавние выпускники вузов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. А 2 ноября профессиональный праздник отметят работники агропромышленного комплекса Чуваши. Труженики села примут поздравления в театре оперы и балета. Нынешний год для аграриев выдался непростым. Работу на полях усложняли постоянные дожди и низкие температуры. Но, несмотря на капризы погоды, был собран рекордный за последние 20 лет урожай зерна – более 650 тысяч тонн. Республика заняла лидирующие места в ПФО по производству картофеля и молока. Государственная поддержка аграриев также увеличилась. На развитие отрасли направили более 2 миллиардов. 2 ноября в театре оперы и балета предприятия отрасли представят свои достижения. А лучшим работникам вручат государственные награды. Получить мастер-класс от маэстро – об этом мечтает каждый начинающий музыкант. Давать уроки юным талантам Чебоксарского музыкального училища имени Павлова приехали пианистка, заслуженная артистка России Татьяна Загоровская и выдающийся трубач Борис Табуреткин. Виртуозы показали студентам правила дыхания, постановки рук и даже сыграли с каждым из них. Вместе с юными музыкантами на мастер-классе побывал наш корреспондент Рифат Фадкулин. Как удержать зал и не сбиться с нужного ритма? Как с помощью музыки передать таинственность, радость или грусть? Татьяна Загоровская объясняла и показывала, терпеливо вслушиваясь в игру студентов колледжа. Обладательница целого списка музыкальных наград уже многих покорила своим творчеством. Она побывала с гастролями во многих городах России. Музыкальные критики не скупятся на похвалы в ее адрес, отмечают блестящую фортепианную технику и тонкое чувство стиля. Поучиться у маэстро действительно есть чему. Выпускники Татьяны Михайловны завоевали свыше 50 наград на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Круг знаний, которые мы даем детям, я стараюсь дать в частности, он чрезвычайно обширен, потому что он включает в себя и знания теории, и знания истории музыки, и знания стиля композитора. Потому что только это в конечном итоге помогает понять, что вообще он имел в виду, когда писал. И кроме того, колоссальное значение имеет передачи чисто практических навыков, как сделать то, что ты хочешь выразить. Узнать больше о джазе и, конечно, изучить новые приемы игры на трубе. Следующий урок с Борисом Табуреткиным, старшим преподавателем Петербургской консерватории. Энергичный и простой в общении музыкант раскрывает секреты мастерства, говорит о звуке, о дыхании. Самое главное на духовом инструменте, ведь работа дыхания, это довольно кропотливый труп, чтобы дыхание встало на правильные основы. Это делается на простых вещах, когда постановка дыхания идет с малых лет, когда ребенок порой даже не осознает, но играет правильные вещи, правильные упражнения, оно встает само на свои места. Каждому юному музыканту мастер уделяет время и дает советы, что-то подправить, где-то добавить. Тонкости и нюансы исполнения, секреты создания. Все в помощь молодым музыкантам. Наташа Волкова, студентка четвертого курса, играет свою любимую композицию – конкурсные соло «Маури». Труба – это звонкий инструмент, который просто… Если ты хочешь раскрыться на сцене, то труба, она помогает мне. Его звучание может быть так же, как и агрессивное, и мягкое, и это привлекает. Студенты говорят, им очень повезло. Получить урок от опытных педагогов – большая редкость. Какой бы инструмент ни был в руках музыканта, важно играть на нем чисто, от души. Это и есть истинный секрет мастерства. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, «Республика». Кастинги завершились. Определились участники совместного проекта национального телевидения «Чуваши» и студии «Джем» «Танцы без границ Китс». В эту субботу в эфир выходит первый отчетный концерт. Теперь наступает все самое интересное. Всех участников разбили на команды, и у них всего 7 дней на подготовку своего номера. Каждую неделю на отчетных концертах танцоры должны показать, чему научились за этот короткий промежуток времени. Как прошел первый отчетный концерт участников проекта? Смотрите 4 ноября в 9 часов вечера в эфире национального телевидения «Чуваши». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения «Чуваши». Субтитры создавал DimaTorzok